Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, FunPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Долго думал о том, какой бы фон реализовать на этот видосик, и не придумал ничего лучше, как те киллы боссов, которые были сделаны ещё более 10 лет назад, где я танковал на своём замечательном воине. Здесь и два сяб, обновление, море разных новинок интересных, много информации. В этом видосике постараюсь кратко рассказать о новом режиме, о новом сезонном режиме, что нас ждёт, какие награды, и что там вообще нужно делать для того, чтобы всё получить. Миссов Пандария ремикс. В ходе этого ПВЕшного события мы будем играть на абсолютно новых сезонных персонажах. Если вы уже играли в Диабло, третью или четвёртую, то прекрасно понимаете, что такое сезонный персонаж. Если нет, кратко объясню. В ходе сезона ваш сезонный персонаж и обычный персонаж никак не взаимодействуют между друг другом. Мы создаём персонажа сезонного десятого уровня, развиваем его, лутаем всякие ништячки, и по окончанию этого ПВЕшного события этот сезонный персонаж будет перенесён на обычный мир, и мы также сможем на нём играть. И награды просто-напросто расшарятся. Пока идёт сезон, наш мейн и сезонный персонаж никак между собой не соприкасаются и не могут взаимодействовать. Как мы прекрасно знаем, в Вове было очень много валют, и на текущий момент имеется много. Различные эмблемы льда, очки доблести, всё это реворкнуто, что-то удалено. Но конкретно в рамках сезонного режима будет бронза, и эту бронзу мы будем лутать за различные активности, а также за достижения. Если вы думали, что вам не придётся делать достижения, вам придётся их делать. Таким образом, победив Суэне, мирового босса, который находится на внедоренном острове, мы можем получить малый бронзовый ларь. В этом ларьце будет какое-то количество валюты. И эту валюту мы выменяем на какой-нибудь трансмог, на конпитонс, на какую-нибудь игрушку. Мелочь, а приятно. Пандария — это небольшой континент, но там имеется 10 локаций, и мы будем получать 9 метод достижений за каждую локацию, кроме острова великанов, там, где сидит Ундаста. Ну и ещё одно будет метод достижения, которое не связано с локациями. Оно привязано к сценариям. И если мы рассмотрим достижения, которые имеются в вечном следующем доле, то мы получаем Рикалор Элегона. Золотой астральный змей. Выглядит круто. Для того, чтобы получить метод достижения за эту локацию, нам нужно сделать всего лишь 2 из 4 критерий. Первый критерий. Нам нужно пройти 4 подземелья и закрыть хотя бы в ЛФЛ-е террасу Вечной Весны. Второй пункт. Превознесение с Золотым Лотосом. Третий пункт. Превознесение с Небожителями. Четвёртый пункт. Нам нужно убить хотя бы 3 рарников из 8, которые имеются в Вечном Следующем Доле. По факту пройти 4 данжика и ЛФР, а также убить 3 рарников, которые разбросаны по Вечному Следующему Долу, довольно-таки легко. Хорошо, что нужно делать не полностью это достижение, потому что полная прокачка Золотого Лотоса и полная прокачка Агустейших Небожителей для кого-то была бы проблемной задачей. Также можно будет получить всякие уникальные кастомные вещицы, которые ранее мы никогда в Пандарии не видели. Выглядит мощно, интересно. Как говорится, посмотрим на практике. Всё ещё по-любому будет баланситься. Посмотрим, насколько будут сильны эти вещицы. В заключение скажу, что просто-напросто в эту сезонную Пандарию стоит поиграть, не то, что даже стоит, нужно поиграть, с целью пополнения своей коллекции, с целью того, чтобы насладиться духом Пандарии, всех этих дейликов. Я, само собой, буду играть, буду прогрессировать там, делать всякие разные штучки интересные и вам советую тоже поиграть. На этом всё. Если у вас есть какие-либо вопросы, дайте знать об этом в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!